30 июня в школе номер 39 состоялся пресс-тур для журналистов, на котором представителям СМИ рассказали, как будет проходить единый государственный экзамен. Как известно, ЕГЭ в этом году будут сдавать те, кому результаты экзамена нужны для поступления в выбранный ВУЗ. Все санитарные требования будут соблюдены. В день проведения экзамена до 6.30 утра в каждой аудитории проведения проводится дезинфицирующая обработка с дессредствами. Проводится проветривание помещений аудитории. Перед печатью организатор в аудитории дезинфицирует руки непосредственно. И также перед раздачей экзаменационных материалов – это прициркулятор воздуха, который тоже перед экзаменом включается для обеззараживания нашего помещения. Экзамены будут проходить по 14 общеобразовательным предметам в 30 пунктах проведения экзаменов. Перед входом каждому участнику будет измерена температура. На полу сделаны специальные разметки для того, чтобы держать социальную дистанцию. Вход в ПП оборудован стационарной рамкой металлоискателя, которая настроена на среднемобильный телефон. При входе через рамочку с телефоном рамочка срабатывает. Также на входе в пункт проведения экзамена у нас имеются инфракрасные термометры, которые будут измерить температуру участникам экзамена непосредственно перед экзаменом. ДЕС-средство, которое каждый участник экзамена будет обрабатывать ручкой. В целом при проведении ЕГЭ сохранится модель проведения экзамена в 2019 года. Существенных изменений не запланировано. Во всех пунктах будет онлайн-видеонаблюдение, металлодетекторы, средства, подавление сигналов сотовой связи. Правда, некоторые особенности все же будут. На территории Рязанской области ЕГЭ могут сдавать выпускники текущего года из других регионов, которые приехали к нам на территорию в период пандемии. Таких выпускников у нас 19 из таких регионов, как Ярославская, Тверская, Московская области, город Москва и город Санкт-Петербург. Для всех для них будут созданы соответственно условия, которые обеспечат комфортную сдачу ЕГЭ. На экзаменах будет предусмотрен питьевой режим. При этом участникам экзамена разрешается принести с собой воду в прозрачной бутылке объемом не более полулитра.